Вчера Господь сказал нам, оглянитесь на шесть дней. Как я шесть дней творил, и оглянулся, и увидел, и сказал, Мазальтов! Весьма хорошо. Оглянувшись на прожитую неделю, можешь ли ты сказать, как Бог сказал? Весьма хорошо. Весьма хорошо. Весьма. То есть я прожил эту жизнь идеально. Шесть дней я прожил идеально. Все совершенно, все прекрасно, все великолепно. Ни одного сожаления, ни одного огорчения в сердце, ни одной печалинки вообще нету. Отключите, что там пойдет. Помогите девушку. Ни одного сожаления, ни одного огорчения. Ни одной печали нету. Почему? Потому что я уподобляюсь Ему, если я хочу в шаббат войти и провести субботу не как обычный день, как всегда. Нет, я Его проведу не как всегда. Я Его так проведу, что все будут знать, что я гуляю. Что мне хорошо. Всех одарю улыбками, радостью, благословениями. Скажу доброе слово, кому надо сказать. Кричите, ой-вей, мама дорогая, не может быть. Оказывается, может. Благословлю врагов моих. Ударят по правой, подставлю левую. Ударят по левой, посмотрим, если Бог позволит. Я скажу тебе серьезно, что в этом есть огромный секрет. Если ты подставлял правую, увидишь, что будет с этими людьми. Касающийся вас, касается зеницы моего ока. Попробуй Богу в глаз залезть своим грязным пальцем. Что будет? Вы себе представляете такую картину? Нет? Ну и правильно, потому что ее не может быть. Шесть дней мы работали, седьмой мы пришли отдохнуть. А кто не работает, то ты не ешь. То есть, ну не работаешь, а что тебе отдыхать? Ты же так шесть дней ничего не делал. Поэтому для них субботы не существует. Суббота только для тех, кто трудился. Рудился для Господа. Причем так интенсивно, как я сейчас в мокрый вес сижу. Интенсивно. Я все выкладываю, все отдаю. Потому что Бог, это Бог. Это ж не человеку я пою, не вам. Я ж вас не развлекаю вообще. Хоть вас здесь и не будет для Бога. Для Бога. Музыка для Бога. Волос для Бога. Слова. Все. И Святой Дух только мне говорит, что делай так, что я делаю. Кто прославляет Бога? Кто может? Человек может прославить? Нет. Можно прославить Бога по бумажке. Первый пункт, второй. 15 минут. Одна, пять лет. Десять минут. Вторая. Это... Ну... Люди считают, что это прославление. А Бог это так не считает. Прославит Его только Святой Дух. Аминь. 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 А что так тихо кричить? Прославит Его только Святой Дух. Аминь. 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 А сейчас мы понимаем, что такое Аллилуйя. Что такое Слава. Его Славой полна земля. Кто наполнил землю Славой? Люди. Да. Наполните землю хвалою. Юct Ambassador С rajина Мерину. И, Юв Taliyah. Ну, а ещеhos. Что такое славишио всероссbons entre Corinth. Он смысл Ecuador. Да. Это... Ну... Да. М Highman. Юсю. У野 puta и Аминь. Утойна. Аминь. Юсюнан. Юсюн. Юсюза. 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 あっ ты. Хлова сметает в ровок всех. Район нитки очищается. Сильно причем очищается. И те, кто там крали что-то, они уже не крадут. У них не поднимется рука. Те, кто лгали, замолчали. Кто прелюбодействовал, импотентом стал. Да? И все, и не может уже решить дальше. Опа, и геморрой. Опа, и простатит. Опа, и язва. Опа, и рак. А вот уже наносил, как понесли. Это хвала все делает. Когда мы славим Господа, суды Божьи совершаются на земле. Потому что Бог устроил хвалу из уст младенцев и грудных детей. Дабы сделать безмолвным. Кого? Врага и мстителя. Врага и мстителя. Враг и мститель есть такой? У вас есть враг и мститель? Есть. Еще не встречались. Я молюсь, чтобы посвстречались. Чем быстрее, тем лучше. И не надо его бояться. Надо его узнать, что он есть. Что одной сестрой молились, там у нее чехарда такая была дома. Я не в одном доме был, молился за людей. Но дело в том, что если в этом доме не будет алтаря, если этот дом не станет храмом, а будет продолжаться вот так, как было, то ничего не поможет, никакая молитва. Да, на время стихнет, а потом опять с новой силой. Мы освящаем свое жилище молитвами. Мы освящаем причастие, если в доме мы совершаем таинство причащения. Мы мажем косяки дверей кровью, и губитель идет мимо. Мой дом, моя крепость, вот что я вам скажу. Если крепость хорошо построена, в ней можно сидеть хоть всю жизнь. Массада, крепость была построена Иродом Великим. Это была его резиденция в пустыне, возле Мертвого моря. Массада, гора в Израиле, вошла в историю, и все знают Массада слово. Но мало кто знает, что там было. Я там был на этой горе. И там жила община, так называемых, восставших против римской оккупации. Зелоты их называли. Зелоты – это воины, которые не признавали римскую оккупацию. И они убивали римлян повсюду. Ножами у них заостренные такие заточки были. И на рынке, особенно в толпе, зелот подходил к воину. Бил наверняка, чтобы тот сразу умер, уходил. Зелот – это зело, это такое заостренное кинжаловское очень. И римляне решили истребить всех зелотов. Поэтому зелотам пришлось укрыться на горе, на этой, которую построил Ирод Великий. Захватить эту крепость. И там они выдержали многолетнюю осаду. Многолетнюю. Пока римлянам пришла идея сделать насыпь на уровень горы. И когда они начали две насыпи делать с двух сторон, и зелоты поняли, что их возьмут по-любому. Они не могли уже обороняться. А римляне через лестницы вошли в этот двор. Поэтому зелоты приняли решение не сдаваться живыми. И отец убивал каждую свою жену и детей. Потом просил своего друга убить себя. И так сотни людей там убили. Последний покончил с собой, бросившись на меч. Самый мужественный. Когда римляне вошли в крепость, они еще перед этим зелоты открыли амбары, чтобы римляне видели, что они не от голода умирают. У них были запасы воды, запасы еды еще на много лет. Ирод Великий хорошо оборудовал свою резиденцию. На многие оборудования. И планировал там прятаться, если что. Поэтому римляне вошли и увидели только мертвых тела. Детей, взрослых. Они предпочли смерть, рабство. И только один согрешил самоубийством. Остальные были убиты. Поэтому они так и планировали пойти в небеса. Рех самоубийцев не наследует царство. Евреи это знают. Никакой самоубийцы никогда не наследует царство. Но один старейшина, священник, вот он принял решение, я пойду в ад один. А вы идите все на небо. Интересные люди, правда? Воины сегодня это интересные люди. Они сражаются, невзирая ни на что. Они вообще ни на что не взирают. Только бы приобрести благоволение Божие. Благоволение Божие это все, что нужно человеку. Мы сегодня здесь, чтобы приобрести благоволение Божие. Другой цели нет. Так я понимаю, вы так пришли. Шесть дней мы приобретали благоволение. Сегодня у нас как раз шестой день служений. В воскресенье мы будем отдыхать полностью весь день. У нас нет собраний, нет таких особых духовных наружек. Но с понедельника мы продолжаем ежедневное собрание. И причем плана особого нету. Бог дает слово, сам дает. Дух Святой ведет. Молитвы идут в онлайне в 24 часа. Сестры молятся, 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 молятся. Братья молятся. Это же замечательно. И откуда-то Бог начинает собирать людей все больше новых, 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 новых. С разных стран, разных мест. У нас присоединились ребята из Уфы, братья. Присоединились с Дальнего Востока, Сибири. Очень много из России еще стали присоединяться. Потому что пришло время собрать ежедневные. На этой неделе Дух Святой много нам говорил. Представьте, если он говорит с нами 5 дней точно. По 2,5 часа. Но основные я вам передам, потому что это важно. Огонь очистит наши жертвы. Прошлую субботу Дух Святой здесь проговорил, кто слышал. Что огнем будет очищена вертикаль власти. И процесс этот пошел. Пошел, пошел, пошел. Вертикаль власти будет очищена огнем только. Огонь очистит наши жертвы. То есть, все, что вы приносите Богу, пройдет через огонь. Ваше усердие, вера ваша. У меня всю неделю огонь горит и не сгорает. 39,3. То у одной дочери, то у другой дочери. Пылает всю ночь. Бог убрал жену от меня. Она у дочки. Зять уехал. Помогает внучку нянчить. И я один с двумя моими крохами. И что получилось? Когда первая заболела Катя. Огнем горела. Тяжело очень переносила эту битву. Полина говорила, я не заболею. Я говорю, ты от Кати отойди. Нет, я не заболею. Когда Полина заболела. Я говорю, Полина, ну ты поняла, почему ты заболела? Катя, я знаю, почему заболела. Она дала место. И Полина, я говорю, зачем ты сказала, что я не заболел? Зачем? Ты хвастаешься. Ты же не Бог. А Бог тебе говорит, нет, ты заболеешь. Будем мы спорить с Господом, нам лучше с Ним согласиться. Поэтому, если папа говорит ребенку, не делай. Лучше не делать, чем потом болеть. Непослушание такой же грех, как колдовство. И дети должны это знать. Слово родителей закон для детей. Слово отца закон для сына. Если сын чтит отца, тогда он будет выполнять заветы отца. Если сын непослушание живет, получит от Бога. Что Бог за свой закон будет наказывать. Почитай отца и мать, и продлятся дни твои на земле. Это заповедь, закон. Злословящий отца смерти умрет. Кто злословит мать и отца, того светильник угаснет в глубокой тьме. Это закон. Это не выдумки. Это как вот ты упал с девятого этажа, а все. Голову под пояс положил, отрежет. Хоть ты какой харизмат. Не поможет. Поезда режут. А земля твердая, жесткая, если с высоты падать. Земля все-таки жесткая. Даже вода жесткая. Кто прыгал с большой высоты, знает. Если прыгал с большой высоты, вода жесткая, но твердая. Поэтому лучше вперед ногами, или если умеешь, рассекать тебе нужно. Рассекать воду. А если головой, то сломал шею и все. Ой-вей, кричите. Огонь очистит наши жертвы. Дальше. Бог сказал такие слова. Есть зверь. Спрашиваю вас, есть зверь? Отвечаю, раз вы не знаете. Зверь есть. Он уже на земле. Уже в этом году вы его увидите все. Антитрис начал свой путь к власти. И для него будет готово место в Иерусалиме, в храме. На святой горе. Ну, не знаю, может быть, он в мечеть его сядет, как бог. Не знаю, может, он придет через ислам, в том числе. Но евреи верят, что мечеть будет снесена. Будет храм все-таки восстановлен. Камни уже напилены, пронумерованы. 200 священников обучены. Первый священник уже рукоположен. Мы очень внимательно должны смотреть на Израиль. Это место, где зверь будет искать свой храм. И ни одного пророка нет, кто бы не умер в Иерусалиме. Два пророка, которые придут в царство Антихриста, умрут в Иерусалиме. И три дня их не будут хоронить. Тела на третий день они воскреснут. И это будет очень удивительно, потому что Бог это написал. Он за этим проследит, чтобы все это исполнить. Итак, Бог спросил, есть зверь? Ответ. Есть. Потом Он спросил, а есть пророк? Есть пророк, есть. И тогда Он сказал, а чего же не достает? Ну, чтобы что-то исполнилось, надо, чтобы все сошлось, да? В нашей жизни все должно срастись. Я очень хотел машину, чтобы у меня было. Я уже знал, чтобы Бог этого хочет. Приехал человек, привез деньги на машину. Дал сумму большую. У меня никогда таких сумм не было на руках. И тут, на тебе, купи машину. Я говорю, ами, все, мы готовы. У меня появилась машина. То есть должно все срасти. А человек вообще из Канады. И вообще как бы случайно заехал. Вообще как бы. Не должен был мне ничего давать. Он мне ничего не должен. Это не мой папа, или дедушка, или кто-то родня моя. Но он родня в Боге. Если есть компоненты, нам надо знать, что будет дальше с этими компонентами. Если у вас есть яйцо, мука, молоко, миска, соль, сахар и распушитель, вы можете хороших оладиков нажарить. Но если у вас нет молока, яиц, распушителя, есть только миска и вода, никогда вы не сможете этих блинов нажарить. Нужны компоненты. Поэтому компоненты для последнего времени собраны все. Кто видит, тот видит. Кто не видит, тот прозрит, если это надо ему. А может ему надо слепым умереть? Я ж не знаю. Сегодня мы поговорим об этом. Я пока говорю, что было на неделю. А на сегодня есть слово еще. На сегодня. На сегодня. Веселись об этом небо и святые апостолы и пророки. Ибо совершил юбилей во мне суд ваш над ним. Откровение 18.20. Кто веселится? Небо. О чем веселиться? О судах. Сейчас придет время судов. Оно пришло. И не надо грустить о судах. И не вздумайте остановить Божий суд. Не вздумайте встать на пути суда Божьего. Со своими ручками. Не лезьте за тобой. Переедет колесница огненная. Мокрое место будет. И войдете в число противящихся Богу. Оно вам надо. Этот человек безумец. Он хотел остановить Божий суд. Если Бог поднял меч, чтобы рубить, надо говорить. Руби, Отец! Если он хотел руку бить, надо говорить. Бей, Отец! Потому что Бог, не человек, он не поднимет меча без нужды. Об этом знает небо. Об этом знают святые на небесах. Об этом знают две категории из девяти даров. Два. Апостолы и пророки. Пасторы об этом не знают. Пасторы об этом не знают. Спросите, почему? У нас такой умный пастор, мы все знаем. Потому что пастор не пророк. И тем более не апостол. Те, которые сегодня называются апостолами, не являются апостолами. Потому что есть признаки апостола. Остановить солнце и луну. Высвободить Божий гнев. Сказать, не будет дождя тревода. Вот это пророк. Как только по моему слову. Это пророк. Оболтать от имени, так говорит Господь, это прорицательный дух. Прорицательный дух говорит 90% правды, чтобы люди верили. Но 10% лжи, чтобы быть на крючке у этого духа. Чревовещателей много сегодня. Я вижу, я вижу. Я вижу тебя в такой мантии. Я вижу тебя в этом. Да мне начхать, что ты видишь. Не плевать, какой я мантии. Честно говоря. Когда Люцифер увидел свою мантию, он возгордился и упал. Поэтому лучше о себе не думай. Думай о бой. Второзаконие 32 глава, 43 стих. Песня Моисея мы эту неделю пели. Она такая длинная. Слава Богу, все выдержали. Я пел ее на час. Она длинная, но что делать? Дух Святой сказал, пой, я пою. А зачем мне с ним пой? И там есть такой куплет. Ешурум растолстел и стал упрям. Растолстел, а брюск разжирел. Он оставил Бога юдвей во время. Ешурум. Поэтому не всякий говорящий Ешурум есть Ешурум. Разжиревший, Бог говорит, разжиревший и буйных истриблюд. Он очистит гумно Своему. Не переживайте за это. Что он еще сделает? Солому он... Ну, громче. Сожжет. Вот как? Огнем не угостил. То есть, а вон нельзя этот потушить уже. А пшеницу... Даша, пшеницу куда он соберет? В житницу свою. Уж читаете Библию? У нас Полина сейчас читает. 17-й псалом ей, Дух Святой сказал, выучить. Псалом начинающего воина. Когда она горела в 39,3, я взмолился, лежу возле нее, молюсь ей прямо в голову. Молюсь ей. Говорю там со всеми духами в ней. И вижу видение. И Шоа вручает Полине меч огненный. И говорит, ты сейчас проходишь испытание воина. И вот я вручаю тебе огненный меч. И буду учить тебя владеть этим мечом. Чтобы ты могла сама сражаться с врагами. А не папу звать, чтобы папа за тебя повоевал. Папа за себя воюет. А ты за себя. И огненный меч, теперь мы учимся им владеть. Каждый день. 17-й псалом. Это учебка. Для воина. Вы знаете 17-й псалом? Вы 16-го не знаете? А первый. Благословен муж, который не ходит на среду. А второй. Зачем мне тут сам народ? Зачем? Это же псалом о нашем времени. О 2018-м году. Ешерон, ему лень читать Библию. Ему лень вникать в себя и в учение. Ему лень заниматься этим постоянно. 24 часа в сутки. У него много дел. Ему ж надо растолстеть. Чтобы все говорят, что ты такой худой. А потому худой, что стрела не бывает толстая. Стрела должна быть худенькая и крепенькая. Толстая бомба атомная. Вот она такая толстенькая. Но она тоже сокрушает хорошо. Ешерон растолстел. Разжирел. Стал упрям. Вот проблема у Бога сегодня. С Ешеронами. Упрямые стали. Идут против воли Божьей, выставив свои рога. Бодаются с Богом, как Яков бодался. Стал калекой, инвалид, пожизненно. Жил из бедра, ангел выдернул. Все, до свидания. Безжилы, как на лужи, все. Калечник. Яков. Яша. Я раньше хотел быть, как Яков. Я все время проповедовал. Дух Якова на мне. Я Яков. Я как схвачу Бога за визу и не отпущу, пока не благословит. А потом, когда Дух Святой сказал, ты действительно хочешь быть Яковом, а ты прочитай, что я живу из бедра. Ты хочешь, я у тебя живу из бедра выдерну? Не, я тогда, можно, лучше сразу, чтобы Израилем. Безжилы, чтобы тихо Израилем стать. Без лишних слов и фраз. Ой, ой, ой. Ну, ешуруны растолстели, они не то, что не борются. Ни с Богом, ни с дьяволом. Они все время жертвы. Жертвы такие. Сатана, он повсюду у них. Бесы везде. Как его встретишь, ой, такой у нас в городе Сатана. У нас в районе такой дух. А я говорю, у нас в районе такой Бог, а у нас в доме такой Бог. И я кричу все время, ты велик, ты прекрасен и велик, наполняешь небеса, нет подобного тебе. Аминь. Аминь. Нет, и шо? Это Бог где-то там в космосе великий. А тут на земле он нас бросил, на произвол судьбы. Выживешь, выживешь. Не выживешь, от тебе и надо. Это ложь Сатаны, это учение бесовское. Бог никогда не оставит тебя, не покинет, никогда. Один из вас будет преследовать тысячу, а двое обратят в бегство десятки тысяч. Если скала ваша от вас не отступит. Надо сделать все, чтобы скала не отступила. Кифа. Бог ему. Скала, камень. Вот я для этого буду все делать, что надо, что надо. Я не сплю ночами, я не ем, я все время с ним разговариваю. Иногда дети говорят, папа, ты с кем там разговариваешь? Я говорю, да я разговариваю с Богом. С кем? Разговариваю в туалете, в ванной, за компьютером, по улице иду разговариваю. Разговариваю. И плевать, что люди там скажут, подумают, ну шо. Я безумен, ради Господа. Горе мне, если я перестану с ним разговаривать. Выделю ему воскресенье и скажу, не, 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 ты ж смотри, в другие дни не приходи, только в воскресенье. Вот у меня свиданка. Ой, ой, кричите. И мы назначили, а кто-то субботу. Только в шаббат Бог приходит. Да нет, я хочу сделать так, заинтересовать Его, чтобы Он не выходил из моей жизни. Днем и ночью мы накануне великих событий закричите. Аллилуйя. Аллилуйя. В мае месяце мы увидим великие события. Они уже начнутся. 30 марта Песах в этом месяце. 30 марта, 21 день остался нам до Песаха. В Песах надо войти, вписаться. В Песах это, вот как представьте, с неба приземляется космический корабль и тут же быстренько выгружают помощь. И кто ждал корабль, берет помощь, тут выжили. Душево, 50 дней. Кто не брал помощь, кто будет бегать, искать. А где масло взять? Идите купите. Мы же купили, теперь выйдите купите на рынке, ищите торгующих, где масло. Но я вам свое масло не дам. Это мой запас масла. Но мне очень нужен. Мне надо от Песаха бежать до Шавлота 50 дней. Это будут очень горячие 50 дней. С 30 апреля, с 30 марта, весь апрель. И май будет пик. Пик перед Шавлот. 13-14 мая день Яршалаима. 70-летие со дня создания государства Израиля. Это смоковница, которая начинает оживать. Она была проклята. 2000 лет не плодоносила. Но теперь листья ее сделались мягкие. Я вижу, как она наливается соком. И я хочу поехать в этом году в Израиль. Молюсь об этом. Прошу Бога, чтобы он усмотрел. И быть вот на день Яршалаима в Яршалаиме. И там же встретит Шавлот 20 и 21 мая. Шавлот. Сошествие Святого Духа. И лучше всего встретить на Сионе. Там, где он сошел. Место это известно. Оно так и называется. Храм. Сошествие Святого Духа. Там стоит церковь. Пустая. Там никого нет. Католическая, заброшенная или ветеранская церковь. Туда туристов возят. Показать. Вот на этом месте была горница. Где 120 человек получили Святого Духа. Я хочу туда. На Шавлот. Я прошу Бога очень сильно. А вы? Поддержите меня в этой молитве. Ну хоть не я поеду, но хоть пускай Реба съездит. Ну хоть один из нас кто-то поедет. Может больше, пока мы молимся, нам нужен ключевой человек в Иерусалиме. Нужна база, где мы приземлимся. Не на улице же спать. Нужен человек Ешурум. Из Ешалаима. Отзовись, свяжись с нами. Настоящие которые. Настоящие понимают. И когда вы будете молиться, именно так молитесь. Обращайтесь в Духовном мире к этому Ешуруму. Ешурум. Потому что есть Ешуруны в Израиле. Они очень... Ну как сказать. Тут у нас все остальное новое. Они молодцы, искренне. Мы долго к вам присматривались. Мы вас со всех сторон обнюхали, посмотрели. Послушали и поняли, что вы настоящие. Теперь мы с вами идем. Вот есть Ешуруны, которые они обнюхать им надо. А что это за рыбой юзик? А что это за скини онлайн? А что там за люди? А что в Киеве так мало? Пятимиллионный город. А что это у них за церковь? Какая-то секта. В Зохенвей. Тогда Ешуа самый большой сектант. У него всего 12 было. Да? Ну каких? Поэтому я верю, что тут и случайные вообще не пройдут. Даша! Ты не смотри, что ты маленькая. Да? Маша! Пося! Пося нас смотрит онлайн. Вика! Вика, смотри, не пропускает уже ни одного. Уже кашу варит. Уже взяла себе часть тут уже. Часть. Это же круто, правда? Когда человек имеет часть. Саша пришел уже, все. У него часть ответственная за это. Леша ответственный за это. Я тут ответственный. Сережа за свое. А вы ответственный, чтобы температура здесь была духовная. Градусы, градусы, градусы повышать. Чтоб здесь банька была такая, по-белому. Чтоб пропарились мы, зарядились и пошли дальше. Тут никто не будет никого развлекать. Я не собираюсь сюда никого приглашать. У меня друзей столько знаменитых. Я даже не хочу их приглашать. Зачем? Если Бог не говорит этого дела. Научитесь с Богом общаться. С Богом. Как они общаются. Да, они общаются. Им есть что рассказать. Да, кто общается, тому есть что рассказать. У него тетрадка уже закончилась. Только начал в январе. Уже все. Февраль закончил. Марк. Что делать? Новую начинать. Для чего нужен огонь? Что некоторые стали бояться огня. Одна сестра мне написала. Вот наш пастор призывал, призывал, а огонь не умер. Я говорю, правильно, что не все выдерживают этот огонь. Некоторых он убьет. Поэтому, когда ты призываешь, надо верить. И понимать, для чего огонь. Малахия, третья глава. Вот я посылаю ангела моего. Пред собою. Приготовить путь предо мной. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел, или вестник завета, которого вы желаете. И он станет очищать сыновей левия. Щелок. Щелок это такая штука. Ну, кто знает. Щелок. Отбелить можно. Щелок. Жесткая такая штука. Поэтому стали жестким. Женя в больнице. Привет передает всем Жене. Который конструкцию сделал. Сделал конструкцию, попал в больницу. Почему? Чтоб стал еще лучше, Ешуров. Так он же конструкцию сделал. Надо ему теперь все простить. Да, ему все прощено. Но через огонь, если мы не пройдем, если мы не пьем чашу, мы не имеем части. Чашу будете пить? Будем. А крещение будете креститься? А в нем? Будем. Ну тогда отлично. А когда начинается, а что такое? Не понял, где мое процветание? А кто тебе рассказал про процветание? Наш пастор. Но он же не пророк. Ты пророка слушай. Пастор сопли подтирает и какашки моет попки. Это его работа. Няня. И все. И не больше. Кормить. Заботиться. Поддержать на первых порах. Потом ребенок вырастает. До свидания, пастор. Я пошел в взрослую жизнь. Уже сам себя могу обслужить. Уже понимаю эти вещи. Для этого пастор на каком-то этапе. Учитель на каком-то этапе. А потом начинает интенсивно действовать Святой Дух. Личность. И вы знаете, он так сильно ревнует сейчас человека к человеку. Потому что знает, что это ложный путь. Если вы идете за человеком, это ложный путь. Если вы надеетесь на него, пастор помолится. Пастор у нас помазанник. А ты кто? Да я никто. Овца. Моя задача принести десятину отдать. Быть честным в десятине. И когда надо, пастор за меня помолится. Вот и вся жизнь. Это называется в народе прихожане. И вот церковь разделилась на священство и прихожане. Это в православии, это в католицизме, это в протестантизме. Точно так. Элита сидит на сцене священства, духовенства. Или в первом ряду. А быдло сидит сзади. И внимает священство. Понимаете, да? Вообще картина искаженная. А где Святой Дух? Ну как где? Он же в помазанниках. А в быдле? А быдло что, все? Их задача мычать и доиться, и все? Как один пастор. Заведи себе овец и стриги их. Его упрекнули, что он сильно, шикарно, кучерявый живет. Он говорит, а что, кто тебе мешает? Заведи себе овец и стриги. Ну, бизнес, потому что. Ну, это не та модель. Эта модель уже все, закончилась. Это ветхие мехи. Они не смогут держать ничего. Поэтому огонь очистит вертикаль власть. И начнется с Дома Божьего. Вы кричите. Кто устоит? Посмотрим. Мы это все увидим. Кто устоит? Если мы живем благочестивой жизнью, то у дьявола нет ни одного шанса. Вот что сказал святой Дух. Ишуа жил так. Но люди говорили, в нем бес. Слышали? Поэтому Исуа говорит, у вас родовые проклятия, у вас бесы. С чего это? Когда Ишуа говорили, Ишуа говорили, тебе бесы, это сила Вильзевула. Он говорит, во мне беса нет. И объяснял почему. Потому что я чту отца. А вы бесчестите его. Хотите, чтобы у вас были бесы, перестаньте поклоняться. Чтите. Сразу приду. Как только вы становитесь поклонником, вы забываете вообще про этих бесов думать даже. Еще одно сказал святой Дух. Падение того, что создает ложный путь, неизбежно. Что мы увидим? Падение всего, что создавало ложные пути. Ложный путь. Знаете, люди верят указателям. Написать на Берлин. А есть шутники, взяли там, где на Москву, поставили на Берлин. Человек доехал. Ну на Берлин же написано, поехал туда. Подожди, так Берлин же на западе, а это же на север дорога. Неважно, написано же на Берлин. И пока человек разбирался, уже проехал по ложному пути. Далеко. Уже 15 лет он едет по ложному пути. И на 15-й год он вдруг прозрел, говорит, подожди. Что-то наша церковь не туда идет. Что-то нас пастор куда-то завел такое, что вообще. Для этого и Бог предназначил падение того, что создает ложный путь. Что-то, чтобы овцы туда уже не ходили. Завалит эти входа ложные. И все. И замурует, чтобы никто не лазил. Скажите, Вей Вей. Обострение ситуации. Россия, Украина, Израиль, США. Май месяц событий. Шавуот 20 мая. Ух. Еще Бог сказал. Что люди... Сейчас очень много аналитиков. Они очень популярны в Ютубе. Аналитики. Они анализируют все. Масонов, пирамиды, глаза. Там все расскажут. Какие масоны, какие патисоны, сантисоны. Что это... Какая мафия управляет землей. Какой еврейский заговор. Там много всего. Аналитики. Это не пророки. Не ходите за аналитиками. Почему? Потому что у них нет связи с первоисточником. Их знания ложь. Еще Дух Святой сказал. Все уязвимы в это время. Даже семья президента Америки. И члены королевской семьи Великой Британии. Все уязвимы. Кортедж нашего президента сбил человека в Киеве позавчера. И камера сняла это все. Поэтому наш президент вчера не появился возле памятника Шевченко. Что боялся своего народа. Что его порвут. Что не гоняют, убивают людей. Или машинами. Люди очень сейчас... Все уязвимы. Вы поймите. Никто не спрячется от Божьего суда. Но никто. Никакая охрана не защитит. Ни деньги, ни положение, ни чего. Все уязвимы. Скажите. Все уязвимы. Все. И последнее вчерашнее. Выйдем к нему за стан. Нася его поругание. Господь показал. Что стан израильский. Когда стоял в пустыне. Был не чистый. До такой степени. Что Моисей вынес палатку за стан. И там поклонялся и молился. Что в самом стане. Было столько скверных палатках. Там жило от 2 до 3 миллионов людей. Хотя порядок был. На севере Дана, Шерн, Афтали. На юге Гад. Шимон, Рувен. На востоке Игуда, Исахар. Звулу. На западе. Бенямин. Менашей. Фрейм. В виде креста стоял стан. В центре стояли. Сыны Аарона. Мерари. Гершон. Гершон. Кеат. И другой. Четыре сына. Которые ответственность снесли за какие-то элементы служения. И Богу надо было Моисея вытащить из стана. Почему? Да потому что там поклонялись Ваалу. То есть. Не назывался он тогда Ваалу. Там поклонялись Молоху. Молох. Бог Амона. Приносили детей кровь, жертву. В лагерь. Тихоря. Резали горло. Дети приносили. Молох. Откуда мы знаем? Деяние 7.43. Стефан перед смертью об этом говорил. Выносили мне 40 лет в пустыне. Скинию Молоха. И звезду Римфана. Вы сделали маген Сатан. Звезду Сатаны. И вы тихоря поклонялись. То есть. Вы были на собраниях верующими. А за собранием вы были оккультистами. Сатанистами. Тут вы сидели и кивали. А там вы критиковали. Они сидели в палатке. Что делает Моисей. Что все опять не так. Надо что-то делать с нашим Моисеем. В конце концов. Аарон. Был вовлечен в этот заговор. Кто? Вылил тельца. Аарон. И кто сказал. Вот Бог, который вылил вас. Вот поклоняйтесь ему. Культ создали. Пока Моисей отсутствовал. Это сильно Бога огорчает. Если в наших палатках не свято. Не чисто. И слово, которое на сегодня. Я не буду Библию открывать. По памяти. Это интереснейшая история, связанная с одним слепым. Я не молюсь о слепых. Я вообще не чудотворец. Это не мое служение. Хотя в моей жизни я видел, как исцеляются люди. Ну, не абсолютно слепые. Люди, там, резкое падение зрения. Помните, были такие случаи, что исцеляют. Ну, исцеляет Бог. Причем без мое. Мы только просят. Но одних он слушает, а других нет. Сына он не мог отказать. Когда Ишуа просил, он не отказывал ему никогда. А когда я прошу, отказывает. Или замедляет. Это еще не время. Почему? Потому что я еще не совершенный. Я не вошел в степень совершенства моего Господа Ишуа Хомашеха. Скажите, ой, вей. Ой, вей. Ой, вей. Но когда я войду в меру полного возраста Ишуа, я буду точно такой, как Ишуа. Точно. Вот какой он, такой и я. Точно. Я как бы преображусь в его облик. Это цель Святого Духа подготовить и сделать нас совершенными. Это цель Отца Небесного наполнить небеса совершенными. Ничто нечистое туда не войдет. Никто преданный мерзости и лжи не войдет. Конечно, не войдет. Конечно, не войдет. Это здесь на земле люди сидят в одном собрании рядом. И не знают, кто с него справа и слева сидит. Ой, вей, кричит. А кто-то знает, поэтому не ходит на такое собрание. А зачем мне такое собрание развратить? Или нечистый хлеб приносят. Чудят что-то там себе, городят что-то. Какой-то себе придумали какого-то бога своего. И говорят, вот это бог твой. И Арон повел поклонение целый народ. Вот что такое пастыря и помазанник. А бог в это время с Моисеем общается. Что интересно, почти никто не смог возразить. Все так приняли. Ну, Арон же сказал, Арон же, Моисей же сказал, Арон теперь вместо меня его слушает. Поставил же начальника. Ой, вей. Поэтому исцелять слепых у нас такой цели вообще не стоит. И у Господа никогда не стояла цель. Он не ходил по больницам, не искал себе служения. Не искал. Но он говорил так. Я делаю то, что вижу от моего отца. И ничего не добавляя, не убавляя. У могилы Лазаря он молился так. Отец, пусть все увидят твою славу. Воскресить разложившийся труп, такого не было в истории еще. Поэтому надо было явить славу такую. Давидят славу. И вы знаете, что воскресшего Лазаря искали убить вместе с Христом. В одном списке было. Двенадцать апостолов, но не мелкая шушера. А вот и шуа надо убить и Лазаря. Что из-за Лазаря многие веровать начинали. Приходили, смотрели. Как? Ты был мертвый, да. Справка от врача. Да вот все село меня хоронило. Да вот все люди ж битили. Поэтому искали убить и Лазаря тоже. И вот однажды еще проходил через Ерихон, написано. Ерихон. Город такой. Что вы помните про Ерихон? Стен. Ерихон пал, но он был восстановлен. Вы знаете об этом? Его восстановили на вообще очень проклятое место Ерихон. Потому что восстановили его на первенце, на сыне царя Ерихона. Восстановил на своем первенце. А завершил стены младшим сыном. Молоху принесли в жертву. Старшего сына и младшего. Потому что молох требовал крови благородной. Чем выше благородство, тем выше жертва. Поэтому, когда царь приносил своих детей, это была самая высокая жертва в государстве. Выше жертва. И по пророчеству Ерихона, Ерихон был восстановлен. И он существовал. Но место было очень недоброе. И там был слепорожденный по имени Вартимей. И Ишуа пришел в Ерихон. Я так подозреваю, что именно из-за Вартимея. Чего он туда пойдет? Но он обходил все города иудейские, самарийские. Везде. Он везде был. И когда он шел, за ним шла толпа людей. Вы помните, от трех до пяти тысяч за ним ходило люди. Слушали день и ночь. Не могли оторваться. Никто так не говорил, как он. А он готовил почву для пробуждения. То есть людей, которые потом станут церковью большими. В первом веке была очень большая, огромная мессианская община. Огромная. И когда Вартимей услышал шум толпы, он спросил, а что там происходит? Ему сказали. Это же Иешуа. Иснацарека пришел в наш город. Это тот, который исцеляет больных. Это тот, который творит чудес. И Лазаря воскресил? Да. И тут Вартимей подорвался. Бросил свою миску с этими... Миску с этими... Милостыней. Снял верхнюю одежду и пошел в толпу слепой. С криком таким. Кто помнит, что он кричал? Иисус решила сыну Давиду. Помилуй. Помилуй меня. А что люди? Обрадовались? Тихо. Они говорят, тише, ты тут проповедь идет, собрание, ты тут кричишь. Заставляли его молчать. Но он еще громче кричал. Что он кричал еще громче? Ешуа! Бен Давид! Помилуй меня! А что? И шо остановился? Толпа остановилась. Он спросил, ну не видно же? Кто кричал? Да там какой-то слепой кричит. Приведите его ко мне. Толпа расступилась, подводит к нему слепца. И шо он на него смотрит и спрашивает? Что ты хочешь от меня? Прозветь! Вера твоя спасла тебя. И в тот час он прозвел. И знаете, к чему это слово Бог сказал? Он сказал, если у тебя есть вера, то вера кричит. Мы сегодня будем не просто молиться и причащаться. Саша, подготовься. Мы будем кричать силами. Кто нуждается? Я не знаю. Может вам нравится ваша жизнь тепленькая. Не холоден, не горячий. Может вам нравится быть слепым духовно? Не видеть ни ангела, ни Бога, ни начала, ни сил, ни настоящее, ни будущее. Ни грехов не видеть. А я, у меня все хорошо. Это сама уверенность губительная вообще. Потому что потом узнаешь, что не все было хорошо. Я богат, я разбогател, у меня нет ни в чем нужды. Это сегодня повсюду так слышишь. Люди стыдятся признаться, что у них есть нужда. А нужда есть и вот такая вот, как космос. Дыра такая. Ее надо закрыть. Чем? Веры. Какой веры? Которая кричит. Готовы кричать? В Артемеев. О-о-о-о-о-о. Мы готовы. Конечно. Что до меня, то я готов кричать сюда. Ха-ха-ха. Я люблю кричать. Спасибо.